Вещество. Фильм, о котором много говорили перед выходом. Перед просмотром я знал, что он будет довольно мрачным. Но такой концовки я точно не ожидал. Фильм показал стандарты красоты, навязываемые женщинам ТВ и шоу-бизнесом, и как давление этих стандартов может разрушить жизнь человека, и как человек может стать своим злейшим врагом. Давайте обсудим этот сенсорный перегруз и разберем концовку фильма. Вот обзор вещества и объяснение финала. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Разница между Элизабет и Харви была очевидна в их поведении и отношении к ним. Как женщине Элизабет намекнули, что ее карьера имеет срок годности и закончится в 50 лет, возраст, которого она достигла. По сути, считалось, что ее карьера прекратится, потому что привлекательность уже исчезла. Об этом упомянул Харви, объясняя, почему уволил ее с роли ведущей телевизионной фитнес-программы. Элизабет все еще была красива в своем возрасте, но увольнение и стандарты красоты в индустрии заставили ее чувствовать себя уродливой. Это заставило ее ощущать себя монстром и самым некрасивым человеком вокруг. Стоит отметить, что люди, устанавливающие эти стандарты, были старыми, неприятными мужчинами, неподобающе смотревшими на молодых женщин. Так что этот стандарт существовал не из-за других женщин. Харви считал, что молодость продается на ТВ, и в 50 лет Элизабет, по его мнению, утратила привлекательность. Элизабет, по сути, оплакивала карьеру. Это все, что она слышала, и это привело ее к желанию употреблять вещество. В сравнении с Харви, мужчиной того же возраста, что и Элизабет, он вел себя как полная свинья в своем отношении и поведении. Однако это не шло вразрез с его карьерой. Наоборот, он был на пике, принимая решения для сети и запуская Pump It Up, который принес высокие рейтинги. Контраст между ним и Элизабет показан через коричневые пятна на его зубах от курения. Он носил металлические каблуки, стук которых мы слышали, чтобы казаться выше, и ел тарелку королевских креветок, как настоящая свинья, устраивая полный беспорядок без последствий или осуждения. То, что он решал, как женщине выглядеть хорошо, говорило об индустрии, где доминируют мужчины, и как это может заставить кого-то недооценивать себя, хотя не должно. Когда дело дошло до концовки фильма, мы увидели, что злоупотребление веществом Сью, использование его три месяца вместо положенной недели, превратило Элизабет в женщину, которая резко постарела и не была похожа на себя прежнюю, и из-за этого Элизабет захотела навсегда избавиться от Сью. После этого мы увидели мгновенное сожаление, ведь Элизабет не ценила свою нынешнюю жизнь, и даже когда эксперимент шел правильно, она ее не ценила. Она не видела смысла в интересной жизни, если не выглядела так красиво, как того хотела общество. Она не чувствовала своего места в нем, поэтому просто сидела в заперти в квартире и жила в беспорядке. Это и привело к ее ревности к Сью, хотя та была точной копией ее самой. Ухудшение версии «Матрицы» заставило ее убить Сью, но затем она оживила ее, перелив свою кровь в сердце Сью. Главное, что персонажам велели помнить – вы едины, нет ее или она, есть только ты. Сью убила Элизабет из ненависти к себе, не понимая, что это будет иметь катастрофические последствия, ведь одна не может жить без другой. Сью была лучшей версией Элизабет, по сути, заново проходящей ее карьеру. Но со временем появились обида и ревность. И когда у Элизабет были ее семь дней, ее преследовало напоминание о лучшей версии себя, запертой в ванной. А эти большие глаза на рекламном щите всегда смотрели на нее. Что-то, заставлявшее ее чувствовать себя еще более никчемной. Ведь она не могла набраться смелости пойти на свидание с тем, кто искренне считал ее красивой. Особенно интересно в концовке было то, что когда Сью начала разваливаться из-за смерти Элизабет, она нарушила еще больше правил и использовала на себе активатор, который можно было применить лишь однажды. Это было сделано с надеждой создать еще лучшую версию себя. Однако вместо этого слились Элизабет и Сью, превратившись в монстра по имени Монстр Элиса Сью. Став монстром, она сорвала лицо с огромного плаката Элизабет, который раньше доминировал в гостиной и использовала его как свое, показывая, что теперь считает изначальную версию себя красивой. Но, чтобы это понять, ей пришлось стать настоящим монстром. Элизабет стала жертвой навязанных стандартов, давивших на нее и заставлявших чувствовать себя еще более никчемной. Казалось, она некрасива, без карьеры и скоро станет никому не нужной, хотя в конце она бы все отдала, чтобы выглядеть так, как в начале фильма. Элизабет оплакивала свою карьеру и прошлую жизнь. Элиса Сью буквально подверглась нападению мужчин в конце, а в голове звучали фразы «Все на своих местах». «Красивые девушки должны улыбаться. В 50 все кончено». Это отражало то, во что ее заставили поверить, а вещество казалось ей необходимым. С этой верой в голове она сама способствовала своему падению, поддавшись этим мыслям. В то же время те же люди говорили ей, что она незаменима, что все ее ждали и что она идеальна. Это показало, как быстро индустрия может отвернуться от тебя. Такое отношение подчеркнуло, насколько быстро индустрия может изменить свое мнение о тебе. Последнее, что мы увидели – лицо Элизабет, отделенное от Элисы Сью, ползущая к звезде на Аллее Славы, которую мы видели в начале фильма, когда она была на пике Славы. Добравшись до нее, она просто растворилась в ней, и уборщик вытер ее остатки. Элиса Сью надолго запомнится зрителям новогоднего шоу, но ее исчезновение в звезде показало, что она приняла себя в последние моменты, и хотя стала жертвой давления индустрии и нереальных стандартов, впервые была довольно увековеченная звездой на Земле и записью новогодней телепрограммы. Мой отзыв о фильме. Хочу сказать, что фильм понравился, но это кажется неправильным чувством. Это было так некомфортно, что сделало опыт несравнимым с другими фильмами, но в хорошем смысле. Это была сенсорная перегрузка визуальных эффектов и звука, не похожая ни на что другое. Местами было буквально отвратительно. Сцены с иглой в зараженной спине, убийство Элизабет, регенерация и распад монстра. Фильм стремился вызвать у зрителя дискомфорт, и я думаю, это было сделано почти так, чтобы показать, насколько неудобно чувствовать вес и давление стандартов, навязываемых людям, которые в итоге заставляют их отвернуться от себя из-за ощущения недостаточной красоты. Если это так, то я считаю, что это был очень умный подход со стороны создателей фильма. Дэми Мур была великолепна. Хоть в трейлере и сказано, что это ее лучшая роль, но это недалеко от истины. Ее превращение из любимицы в монстра в конце было потрясающим. Она особенно блистала, когда была полна обиды и ревности к Сью. Когда она разваливалась, став жертвой желания дольше жить молодой полноценной жизнью. Деннис Куэйт тоже показал выдающуюся игру. Он идеально сыграл телебосса, видевшего в женщинах лишь товар и способ заработать. Жутковато точно. Он был жутким типом, любящим себя и ценящим свою работу. Его двуличность и отношения, использую и брошу, отлично передались с экрана. Ему можно было верить, лишь пока ты ему нужен. Отличная игра. В роли Сью Маргарет Куэлли не уступала двум опытным актерам и держалась на их уровне. Я мало видел ее раньше, но она меня впечатлила. Я видел ее только в «Бедных несчастных», где у нее была небольшая роль. Буду следить за ее будущими фильмами. Я очень рекомендую посмотреть этот фильм. Он не для слабонервных. Много крови, жестокости и сцен, от которых хочется отвернуться. Но визуальная часть потрясающая. Крупные планы ртов и тел вызывают дискомфорт, что было сделано намеренно. Режиссер справился отлично. Звуковое оформление тоже невероятное. Звук доставки вещества Элизабет повторялся и стал предвестником надвигающихся проблем. Фильм оправдал ожидания по сюжету и посылу, что редкость в наши дни. Так что обязательно посмотрите его. Итак, вот вам разбор фильма «Вещество». Продолжение следует...